Подъезды родители. Да, вот, девятый этаж. Неизвестно пока судьба? Вообще неизвестно, что там с нами. Абсолютно. Папа, вот, как видите, слава Богу, живой, здоровый. Прямо вы с девятого этажа? Да. Мы его сняли. Ну, вот он. Единственное, уцелевший три окна. А на той стороне лоджия уцелевшая. Вот там спальня моей мамы. Её завалило плитами, я же говорю, и тишина. А как вас по лестнице эвакуировали или по подъезде? Неизвестно. Как вышка? Просто у них нет сил все это терпеть. Чем дальше все сильнее и сильнее, и больше прилетов, как прилетов, больше жертв. Неизвестно, кто вам это. Я не буду уточнять, кто. Украина, Россия, ДНР, я не знаю, как это все. Самый страшный факт, что это факт, просто какие-то смирные люди. Дети, женщины, старики, молодые парни. Вот мы подняли колюшки. Люди говорят, другое. А укрёк пускают, пустую. Удобно пускают. Не дай Боже, выйдет не то совсем, не та правда, скажите. Вот реальность. Сильный удар. Всё, я сознание потеряла, упрала. С 7 утра это случилось. Я как раз собралась выходить на работу. И на кухне. Грохот произошёл. Всё, полетело. Ребёнок спал в зале. Я быстренько побежала в комнату, стащила его с дивана. Мы не могли не дышать, ничего. Пыль, газ. Вышли в перегородку. Там ничего не видно было. За перегородкой вообще вышли. Там уже ни стен не было, ничего. И какие-то ребята бегали по этажам. И помогли нам выбраться через окно. Сначала вытащили ребёнка, потом меня. И потом наших соседей в перегородке. А вы с какого этажа? Шестого. А дом с какого этажа, напомните? Девятиэтажный. Девятиэтажный. И здесь даже шестой этаж засыпало, да? Засыпало, да. Мы уже когда вышли на этаж, с седьмого этажа уже не было ни ступенек. Всё уже сложилось и сложилось. Нам просто повезло чудом, выжили и всё.